В микроволновке или на водной бане плавите, топите, так до жидкого состояния, если оно будет водичкой. Добавляете туда ухаживающие масла. Это может быть масло виноградной косточки, оливковое масло. То есть любое масло, которое ухаживает за кожей. Даша уже не первый раз на хендмейт-базаре. Рукодельным искусством занимается с раннего детства. В последнее время интересуется мыловарением. На ярмарку пришла за ингредиентами для будущего подарка. Первое мыло, я думаю, сделаю кофейное в форме сердечка, подарю маме. Подарками и сувенирами ручной работы жители нашего города стали интересоваться активнее. Покупатели хотят приобретать не только красивые, но и обязательно эксклюзивные вещи. Я приобрела кожный простейцы к себе здесь. Мне это очень нравится, тоже необычно. И какие-нибудь подделки я бы еще так походила, посмотрела, приобрела. Потому что всего очень много интересного, я даже не знаю, на что положить глаз. У каждого изделия свой характер и настроение. Наша задача – угадать внутреннее состояние покупателя и предложить подходящую бижутерию, говорит Нина Панина. Сначала девушка создавала украшения для себя. Начинала с полимерной глины и стекла. Теперь работает с натуральными камнями. Я предпочитаю ручную работу. То есть я сама всегда ношу свои украшения. Люблю покупать что-то у мастеров. Мы меняемся иногда, устраиваем бартер. Такое фантазийное деревце может стать настоящим оберегом квартиры или дома. Не зря топиари называют деревом счастья. Ольга на пенсии. Недавно стала увлекаться керамической флористикой. На создание одного деревца или цветка уходит много времени. Ведь они должны выглядеть максимально естественно. Я леплю из полимерной глины, японской или тайской, цветы, которые стараюсь приблизить к настоящим. Чтобы они были похожи на настоящие. Вот остались из моих работ фиалочки. Немножко вот тут незабудок. Разобрали у меня были розы, в общем другие цветы. Ну вот немножко осталось. Этот топиарий я слепила для внучки на свадьбу. Тоже вот представила свою работу. Мне это дело очень нравится. Я с удовольствием занимаюсь. Сумочка. Незаменимый атрибут женского гардероба тоже может быть эксклюзивной. Такие чаще покупают для маленьких модниц. Джин, сатин, вельвет, драп. Для каждого сезона свой материал. Ну тут каждая сумочка индивидуальная. То есть здесь вот, например, есть такой летний, можно сказать, парадный вариант. С цветочками. Очень так свеженькая сумочка. Есть тоже два варианта осенних. Своими планами на осень пришли поделиться ивановские авторы-кукольники. 10 сентября в детской библиотеке на улице Шубинах они открывают новую выставку, которая станет своего рода презентацией открытия творческого клуба «Белой стрекозы». Мы открываем творческий клуб для всех желающих научиться различным видам рукоделия. И, ну, естественно, так как у нас специализация куклы, это будут мастер-классы по кукле от текстильной до лепных и до шарнирных кукол и мишки Тедди. Сейчас у нас проходит конкурс. Мы устроили конкурс. Дети, ну, кто причисляет себя к детьми, это могут быть, конечно, и взрослые, могут прислать эскиз, рисунок, игрушки, которую бы они хотели, вот, свою мечту, игрушку, мечту. И если автор зацепит вот этот вот какой-то определенный эскиз, она создаст по этому эскизу игрушку, и ребенок получит ее в подарок. Ивановскому скраб-клубу в этом году исполнился год. Развиваются успешно. Уже многие мастерицы открывают свои собственные магазины. В последнее время девушки занимаются созданием памятных страничек для семейных альбомов. Недавно у нас прошел мастер-класс в очень интересной технике, микс-медиа. Мы делали страничку с применением различных паст, красок, спреев. Вот, например, как бы образец, винтаж с применением микс-медиа. Спрос рождает предложение. Организаторы уверены, что если изделия наших рукодельниц будут востребованы у покупателей дальше, такие выставки-ярмарки станут проходить регулярно и, скорее всего, с привлечением новых авторов из других областей.